В Киеве презентовали выставку, посвященную Второй мировой войне. Отдельный стенд посвятили депортации крымских татар из Крыма. Экспозиция представлена под открытым небом. Это стенд, посвященный депортации крымских татар. На фотографиях из прошлого женщина-переселенка с двумя дочерьми на арбе везут свои небольшие пожитки. А это картина Рустема Иминова «Поезд смерти». Здесь отчетливо видно, как целый народ депортировали из родного Крыма. В 1944 году крымских татар обвинили в сотрудничестве с нацистами. Именно в таких товарных вагонах женщин, детей и стариков выслали на чужбину, в то время как мужчины воевали на фронте на стороне советской власти. На этом фото крымские татары уже на чужбине собирают хлопок. Выживают в тяжелых условиях. В центре экспозиции портрет известного летчика крымского татарина из Алубки Амитхан Султана. Дважды героя Советского Союза. Хабер Дудаш из Венгрии заинтересовался выставкой. Говорит, узнал много нового. По истории мы знаем, что крымских татаров тоже там депортировали, да и вижу. Точно так же, как и был конфликт между армянинами и азербайджанцами. Да, да, в общем-то интересно, интересно, да. Я думаю, что люди должны знать об этом. В целом, стенд и картина Рустема Эминова «Между прошлым и будущим» по мнению посетителей заставляет задуматься над трагической судьбой крымско-татарского народа. Конечно, можно увидеть здесь на экспозиции, как это происходило. То есть это потрясающая по своему цинизму и лицемерию акция выселения народа, который прожил в три раза больше времени, чем русские. По мнению организаторов, такие выставки помогают лучше изучить страницы истории. Мы показываем такие темы, про которые дося украинская аудитория не так много знала. Это темы депортации крымско-татарского народа, темы Голокоста, темы начала Второй святой войны. А также мы показываем темы вызвольного руха Украины, проблему співпрации украинцев и других народов Украины с окупантами. Сначала выставка была во Львове, сейчас в Киеве. Продлится до 6 октября включительно. Далее поедет в Черкассы и Одессу. Лиля Зинедин, Эльдар Исматов, Заман, АТР.